Ягуар Land Rover продолжает обновлять одну модель за другой. И теперь руки британцев дошли до Discovery, который после смены поколений стал наименее востребованной машиной Land Rover. Даже дорогущий Defender продаётся лучше. Впрочем, спешно менять округлые формы дизайнеры не решились. Видимо, накладно. Поэтому дело ограничилось лишь переводом оптики на светодиоды до смены рисунка решётки радиатора. Последний отныне имеет ячеистую структуру. Салон выглядит сильно посвежевшим благодаря большому тачскрину новой медиасистемы. Разумеется, под неё пришлось перекраивать центральную часть передней панели. Впрочем, всё это мы уже видели на других британцах, переживших обновления. Пересмотр гаммы моторов тоже прошёл по известному сценарию. На смену V-образным бензиновым шестёркам ожидаемо пришли рядные моторы нового поколения. А в линейке дизелей остались лишь варианты на 250 и 300 сил. Так что единственная неожиданность — полный отказ от пружинных подвесок. Теперь для диска доступно лишь сочетание пневматических элементов и адаптивных амортизаторов. Вдобавок Land Rover похвастался очередным апгрейдом системы Terrain Response. Как видите, набор достижений оказался достаточно скромным. А значит, модернизация вряд ли сделает Discovery популярнее. В любом случае, новинка уже доступна для заказа на ключевых рынках. Но нам придётся подождать до следующей весны. Следующая новость тоже из мира кроссоверов. Как известно, Infinity начинает масштабную трансформацию бренда. По планам, за три ближайших года японская марка должна будет вывести на рынок сразу пять новых моделей. И ближайшей премьерой станет Infinity QX55. Судя по характерному рельефу поясной линии, раскрытому тизерами, модель станет купеобразной версией серийного паркетника QX50. Новинка должна быть своего рода преемником самого первой Infinity FX образца 2003 года. Такой вывод можно сделать, оценивая основные мотивы дизайна и, прежде всего, характерную линию бокового остекления. Так ли это, проверим уже 17 ноября. Премьера состоится на сцене Театра Беласка в Лос-Анджелесе. А хедлайнером этого события станет всемирно известный соул-исполнитель Алоэ Блэк. Субтитры создавал DimaTorzok